здравствуйте мои дорогие подписчики гости канала я рада вас всех всех приветствовать на своем канале а сегодня хочу показать вам папоротники некоторые свои которые у меня адаптируются кто-то уже пошел активно в рост хочу рассказать кого я уже пересадила и как они себя чувствуют а ну первый вот этот папоротник это микросорум тайландский очень люблю его посмотрите какие у него вае как они у него отливаются посмотрите я уже его показывала очень я полюбила этот папоротник в общем называют некоторые даже синий папоротник а вае очень-очень плотные такие вот посмотрите как как они отливают просто волшебный папоротник он у меня уже кстати пошел в рост посмотрите там уже новая вайка и даже я заметила на нем споры посмотрите зреют споры посмотрите какие буду ждать наблюдать возможно потом буду все этих посмотрю как они у меня будут зреть вот но вот такой вот малыш уже решил заспороносить пересадила я его недавно посмотрите пересадила вот в такой горшок это горшок для орхидей здесь вот такие вот отверстия по всему горшочку то есть очень такой и дышащий до горшочек для эпифитов очень хорошо подойдет ну настоящий момент пока что я вставила его горшок горшок можно сказать потому что пересыхает очень быстро здесь у меня мох и кора больше ничего нет мох и кора это очень такой эпифитный папоротник нужно очень аккуратно быть с поливом я боюсь его залить и поэтому я его посадила вот такой субстрат мох и кора сосновая вот но пока что чувствует себя замечательно видите и стоит он у меня пока что на подоконнике я проверяю каждый день пересыхает очень быстро и опрыскиваю бывает но буду смотреть потому что сейчас включили отопление у нас и возможно потом буду вместо его жительство менять может быть поставлю подальше от радиатора отопления но пока что здесь живет пока что чувствует нормально себя видите даже пошел в рост но и второй вот этот малышок я тоже его показывала посмотрите какой уже пошел в рост это платицериум ридли посмотрите какую какая у него уже новенькая лайка симпатичная очень люблю эти папоротники но вот эти ваи они скоро отсохнут это нормальный процесс у него будут новые лайки тоже я его посадила вот такой горшочек симпатичный я кстати эти горшочки вам уже показывала рассказывала историю как я на них наткнулась на можно сказать здесь у меня из субстрата тоже мох и кора сосновая больше ничего нет тоже пересыхает очень быстро эпифитный папоротник поэтому я боюсь его залить я лучше буду проверять каждый день через день смотреть вот тоже стоит пока что на подоконнике и растет и чувствует он себя нас настоящий момент хорошо адаптируется тоже хорошо а буду конечно же дальнейшем делиться своим опытом выращивания своими впечатлениями и рассказывать как он себя будет чувствовать расти и развиваться ну и заодно покажу раз уж рядышком стоит тут вот еще у меня один папоротник я его кстати недавно пересадила это папоротник микрограмма называется вот в такой вазон посадила небольшой там вот у меня дренажные камушки на дне мох и сам папоротник да растет очень медленно почему-то у меня возможно не хватало ему что-то возможно влажности не хватало отсушил у меня получается двевая и нарастил еще четыре наверно за год он у меня в прошлом году был куплен то есть рост стаканчики в обычном и я решила его поместить вот такую вазочку может быть ему побольше здесь понравится буду наблюдать смотреть но еще хочу показать вам новиночку свою это моя вот новиночка я давно этот папоротник искала он у меня сейчас пока адаптируется называется этот папоротник леканоптерис к сожалению какой именно пока что настоящий момент не могу сказать а его еще называют кстати муравьиным папоротником поскольку в природе это эпифитный такой папоротник или в природе он растет и развивается вместе в симбиозе с муравьями очень интересно конечно кому интересно мой еще маленький у него очень интересные вот эти вот корневища видите они иногда покрываются такими пятнами можно сказать такого знаете чернильного что ли цвета и заполоняют вот этот горшочек если конечно он выращивается в комнатах да в каких-то условиях либо в оранжереях вот и естественно в природных условиях тоже это очень интересно смотрится на мой взгляд и оригинально какой-то прям космический папоротник очень давно его хотела надеюсь что он у меня адаптируется сейчас я скорее всего буду его пересаживать тоже в небольшую емкость тоже будет мог скорее всего сфагнум и кора поскольку это такой достаточно эпифитный папоротник вот буду смотреть наблюдать и очень конечно надеюсь что он у меня адаптируется и будет расти и развиваться очень уж мне он нравится и интересен вот такой вот у меня сегодня небольшое видео хотела поделиться с вами как развиваются мои папоротники как они адаптируются но пока что полет нормальные у них я думаю что все сложится вот буду в дальнейшем конечно же делиться своим опытом выращивания спасибо всем за ваше внимание за ваши лайки за вашу поддержку я всем желаю только мира и только добра всем пока до следующего видео друзья